Качество пищи, которую вы употребляете, ваши собственные психологические паттерны — одна мысль вызовет колебания в функциях желёз. Вам придётся принимать таблетки, чтобы регулировать функцию желёз. Приём таблеток никогда не приведёт вас к балансу. Произойдут изменения в функциях желёз. Сейчас вы увидите, какой прекрасной станет жизнь. Намаскарам, Садгур. Так много людей переживают от болезняных проблем. Обычно медицины не могут превратить ситуацию. Есть ли никакой способ, чтобы улучшить болезня? Вам следует понять, то, что вы называете щитовидной железой, в йоге мы смотрим на это иначе. Но с медицинской точки зрения это железа внутренней секреции, которая изо дня в день работает над калибровкой вашей системы. Она калибрует объёмы процессов пищеварения, производство энергии, синтеза жиров, роста мышечной массы и всего остального. Старается откалибровать вашу физическую структуру. Физическая структура очень тесно связана с психологической структурой. Сегодня существуют надёжные данные, согласно которым, если, сидя здесь, вы вспомните о горах, функции желез проявят себя определённым образом. Если вы подумаете о тигре, они проявят себя по-другому. Если вы подумаете об океане, они проявят себя иначе. Подумайте о мужчине или о женщине ещё как-нибудь. Одна единственная мысль — ничего больше. Вы не отправились в горы, не столкнулись с тигром, не поехали к океану, не встретили мужчину или женщину. Всего одна мысль вызовет колебания в функциях желёз. Я говорю о том, насколько это утончённая система, что она пытается откалибровать все параметры, чтобы поддерживать вас в хорошем состоянии. Ваша проблема заключается в том, что вместо телеги, запряжённой быками, вам достался сложнейший космический корабль. Любая мелочь порождает миллионы реакций. Стоит вам к чему-нибудь прикоснуться, и это отзовётся волнами во всей вашей системе. Стоит вам посмотреть вот так на дерево и прийти к какому-то выводу, это вызовет множество изменений в химических и других параметрах. Произойдут изменения в функциях желёз. Представьте, что вы оказались в Южной Индии 10 тысяч лет назад, когда кругом стояли леса. Чтобы пройти через лес, вы бы потратили целый день. Проведите в лесу всего два часа, и вы заметите, как ваша система... Где-то внутри вас проявляется буйство жизни. Бессознательно эта жизнь вдруг ощутит себя на своём месте, в естественной среде питания, где всё способствует её существованию. Но сегодня просто обратите внимание на текущую ситуацию. Будь вы в Мумбаи, Нью-Йорке, в Лондоне, где угодно, просто посмотрите на обстановку, в которой вы существуете. Возможно, в социальном плане вы привыкли к этому, но посмотрите, в какой атмосфере вы обитаете. Сколько всего происходит, и ничего из этого не является благоприятным для этой жизни. Возможно, вы приспособились к этому. Возможно, теперь вы не способны жить вне города. И это другое дело. Но жизнь, которая является вами, не стремится к подобной атмосфере. Множество отклонений, которые возникают внутри вас, происходят не в вашу пользу. Эндокринная дисфункция — это только одно из проявлений. В эндокринной системе за высокоточную калибровку отвечают щитовидные железа. Несложно заметить, что ваши психологические параметры сбиваются просто по причине беспокойства. С другой стороны, беспокойство, происходящее внутри вас, — это ваши собственные психологические паттерны. Причиной беспокойства также является качество пищи, которую вы употребляете. Сегодня невозможно избежать продуктов, накачанных химикатами. Чем более натуральные продукты вы употребляете, тем меньше органических удобрений было использовано. Все идет к этому. Очень непросто найти и съесть то, что выросло в лесной чаще, то, что можно сорвать прямо с ветки. Не просто мало, а низерному проценту людей доступны подобные продукты. Это все из маркетплей. Все в основном покупается на рынке. А все, что попадает на рынок, это не про качество, а про количество. Моя бабушка. Каждое утро к нашему дому приходил зеленщик. В полвосьмого, в восемь утра он приносил в корзине свежесобранные овощи. Бабушка осматривала овощи, но не позволяла продавцу прикасаться к тем плодам, которые она выбрала. Их только что собрали и сразу принесли. Это свежие овощи с грядки. Но если их предстояло взвесить, или она уже выбрала несколько штук, то она не позволяла зеленщику прикасаться к ним. Не трогайте мои овощи. Не потому, что она боялась инфекции. Она не хотела, чтобы продавец прикасался к овощам, которые будут есть ее дети и внуки. Она прикасалась к ним по-особенному, нежно гладила их, осматривала их со всех сторон. И только потом резала и готовила. Не воспринимайте это как странности. Если подобное отсутствует в вашей жизни, вам придется принимать таблетки, чтобы регулировать функции желез. Но прием таблеток никогда не приведет вас к балансу. Это подавление синтеза гормонов. С помощью таблеток невозможно сбалансировать эндокринную систему, потому что она существует в режиме постоянных калибраний. Происходит очень активная калибровка. Вы принимаете таблетки и подавляете ее, чтобы хоть как-то регулировать. Вы маленький механизм с дисфункциями. Этот механизм с дисфункциями будет проявлять себя настолько по-разному, что вы узнаете об этом, только подняв обороты. Пока вы живете на минимальных оборотах, он себя не проявит. Представьте, что у вашей машины спустило колесо. На скорости 20 км в час вы сможете доехать до дома. Где-то треснет, где-то порвется. Но вы по-прежнему сможете ехать. Только если колесо спустит на скорости 200 км в час, тогда вы увидите, как вас выбросит с дороги. Вот что все это значит. Если хорошо позаботиться об этих вещах, то когда вы наберете обороты в своей жизни, чтобы действовать в полную силу, все будет работать. Если вы наберете обороты без достижения такого баланса, тогда вы увидите, что все пойдет кувырком. Вы можете видеть, как подобное происходит вокруг вас ежедневно. Чтобы вложить столько в свою жизнь... Да, вы не можете покинуть свой город и уйти жить в джунгли. Существует закон о дикой природе, вас арестуют. Вы не можете покинуть эту обстановку и уйти. Но вы хотя бы должны подготовить себя так, чтобы она не влияла на вас слишком сильно. Воздействие все равно останется, но каким оно будет? Вот в чем вопрос. Насколько значительным? Хотя бы дома окружите себя растениями. Если для этого нет места, сделайте это в своей комнате. Получится весьма странное помещение. Откройте половину крыши. О, но есть еще одна соседия, Садгуру. Хорошо, уберите стены, чтобы на вас попадало больше света. Да. А не так, что все закрыто наглухо и постоянно работает кондиционер. Окружающие реверберации приводят ваше тело в тотальное расстройство. Постоянно что-то вибрирует. Когда я нахожусь за границей, особенно в Соединенных Штатах, даже в Европе дела обстоят лучше, в Соединенных Штатах без конца что-то шумит. Большинство людей этого не осознает, но это влияет на них. Сам факт того, что они спят по 8 часов в сутки, говорит о том, что они обитают в неестественных условиях. Они пытаются защитить себя с помощью сна. Пытаться защитить себя с помощью сна — это все равно, что принять решение и уйти из жизни. Чтобы защититься от болезней, от душевных расстройств, от любых нарушений, вы спите по 8-10 часов в сутки. То есть половину жизни вы остаетесь мертвыми. Смерть — это всегда эффективное решение. Но это не то решение, которое нам нужно. Мы хотим жизненное решение, а не окончательное решение. Если вы закончили что-нибудь, это значит, что все решено, не так ли? Да или нет? Решено, но не так, как нам хочется. Мы хотим найти решение и оставаться живыми. На своем пути вы всегда должны ощущать жизнь, которая не является человеческой. Большинство людей не замечают даже других людей. Я напоминаю вам, что вы должны ощущать все живое — деревья, растения, травинки, прыгающих кузнечиков, прохожих, которые вам не нравятся. Вы должны ощущать все. Вы должны быть живыми по отношению ко всему. Такая простая вещь, как неизменно живое отношение ко всему окружающему, может регулировать ваши проблемы со щитовидной железой. Конечно, утренняя хатха-йога, крии, мощное освещенное пространство и многое другое определенно помогут вам. Одна из основных причин, почему люди становятся все менее активными, это развитие технологий. В прошлом, в предыдущих поколениях, сколько физической активности приходилось на среднего человека в день, и сколько ее приходится на нас сегодня? Ничтожно мало. С настолько низким уровнем активности сохранять систему в равновесии будет очень сложно. Ощутив дисбаланс, не принимайте постельный режим. Ощутив дисбаланс, займитесь чем-нибудь активно. Когда деятельность происходит радостно и энергично, отдайтесь ей полностью и погрузитесь в нее с головой, если почувствуете недомогание. На самом деле. Потому что поддаться недомоганию — значит все усугубить. Если вы заболели серьезно, это другое дело. Но в противном случае, если говорить о любых дисфункциях эндокринной системы, физическая активность — это простое универсальное решение. Что касается тех, кто живет в Нью-Йорке, то надеть фитнес-браслет и отсчитать... 10 шагов. 20 шагов. Это не та активность. Не надо так делать. Это неправильный подход к активности. Вы можете заболеть еще больше, поступая таким образом. Просто займитесь чем-нибудь радостно. Когда вы живете радостно, активность — это... Если вы не знаете, как сидеть здесь и быть энергично живым, тогда просто идите и поиграйте во что-нибудь. Сыграйте в игру. Просто побегайте. На прогулке попрыгайте, как кузнечик. Попробуйте. Почему нет? Вы никогда так не делали? В этом ваша проблема. Когда мы закончим, раз вы все равно пойдете по траве, я хочу увидеть, как вы прыгаете, как кузнечик. Вы увидите, сколько у вас появится живости. Ваша основная проблема в том, что вы стали слишком серьезно относиться к жизни. Поэтому хочу еще раз напомнить, что вы все равно умрете. Не относитесь к жизни настолько серьезно, потому что она когда-нибудь закончится. Вам стоит ослабить хватку. Если вы ослабите хватку, тогда ваш последний миг может стать другим. Иначе люди увидят, как вы... Это самое лучшее, что с вами произойдет. Вы ослабите хватку. Если вы ослабите хватку, то увидите, какой прекрасной станет жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok